Друзья, всем привет! В этом видеоролике вы узнаете, что будет, если прийти к одному официальному дилеру Mercedes и предложить ему продать 5 автомобилей C-класса одним днем. Все автомобили будут в разных комплектациях, все равно какие, лишь бы он предложил их по наиболее привлекательной цене для нас. Если вы впервые наткнулись на канал и не понимаете, о чем идет речь, оставлю ссылки в описании. Ранее мы снимали много видеороликов под названием «Коллективный сговор». Днями ранее мы снимали звонки уже непосредственно в Mercedes. В общем, первое предложение у нас есть, чтобы не повторяться, все ссылки в описании, если интересно, переходите, смотрите. Сегодня воскресенье, 15 октября, и мы находимся на парковке уже у одного из официальных дилеров. У нас по плану их сегодня будет три, для того, чтобы составить общую картину. И прежде чем мы начнем, я хочу с вами обсудить вот такой момент. Смотрите, я прекрасно понимаю, что покупать сегодня новый автомобиль за 2 миллиона рублей, за 1,5 миллиона, да и больше, может не каждый. И поэтому вторичный авторынок сегодня очень востребован. И вот один из зрителей, акционеров нашего канала, понимая это, создал сайт под названием автохлама.нет. Заходя на этот сайт, вы можете найти себе автоподборщика, который поможет вам найти достойный автомобиль на вторичном рынке. Сайт действительно очень информативный и понятный. И вот переходя на него по ссылке в описании, 5 минут вашего времени, и вы все про него поймете. Проходите быструю регистрацию и заполняете простейшую заявку, после чего начинаете получать цены. Исходя из того, что все эксперты, так называемые, видят цены, которые предлагают другие, они не могут их завышать. Таким образом, вы экономите в первую очередь свои деньги. И вот слово так называемые эксперты я обронил не случайно. Я ведь знаю то, что многие из вас скажут, слушай, да я разбираюсь в автомобиле лучше, чем он. Поэтому, если ты ищешь работу или подработку, ты действительно разбираешься в автомобилях, ты можешь профессионально оказывать эти услуги. Заполняешь также простую форму, проходишь собеседование, и ты получаешь доступ к этим заявкам. Таким образом, по выходным дням ты можешь зарабатывать денежку. Данная услуга не новая, но воплотил ее в жизнь один из наших акционеров. Поэтому автохлама.нет, ссылка будет в описании, переходите, поддерживайте, знакомьтесь с сайтом. Кому-то он наверняка будет полезен. А мы идем дальше. Тем временем, мы покидаем первого дилера. Общение с ним заняло порядка 25 минут. Сначала вышел просто менеджер, все рассказал, послушал меня. Я ему высказался, что нам нужно 5 автомобилей по наиболее привлекательной цене. Выбирать вот эту вот мне нужна очень хорошая кожа. Я хочу, чтобы здесь был огромный дисплей. Мы не будем. Мы ищем хорошую низкую цену. После чего пришел представитель, ну, в виде руководителя делопродаж. Посмотрели цены, дали мне эти цены свои первые. Но сказали, что это еще не конец. Давайте мы сделаем так. Возьмем небольшую паузу. Сегодня воскресенье, завтра понедельник. После обеда мы вам скажем, что мы вам можем предложить на этот месяц. Ждать мы не будем. Пока что я вам цену не называю. Мы отправляемся к другому дилеру. И к концу видеоролика мы сможем уже сделать такую некую оценку. Где на первый заход условия оказались привлекательными. Вы же знаете то, что я всегда читаю ваши комментарии. Смотрите, что я заметил. Многие сейчас сразу начали писать. Диман, давай сейчас Ешку. Давай Аудио А4. Давай А6. Давай БМВ третьей серии. Пятой серии. В общем, сразу начинают больше предлагать автомобилей. Это нормальное явление. Потому что все мы хотим забрать немца по хорошей цене. Многие даже говорят. Если найдешь Ц-шку за полтора миллиона, звони, я беру. Если я найду Ц-шку за полтора миллиона, я звонить не буду. Потому что я ее сам возьму сразу. Но серьезно. Найти наиболее низкую цену очень интересно. Смотрите. Они сейчас мне говорят. Вот ценник, который мы вам называем. Это прям вообще минималка. Это чуть ли не закупочная цена. Один из наших акционеров прислал очень хорошую информацию. Это такой огромный экселевский файл. В котором прописаны все автомобили, которые были везены в Россию за последние полгода. По какой цене они были везены. И какая у них была госпошлина. То есть я сейчас могу реально знать, какая минимальная цена автомобиля. Закупочная так называемая цена. Поэтому эта информация очень полезна. И этому человеку мы все с вами говорим вместе спасибо. И вот чтобы не повторять своих первых ошибок, которые я сделал в коллективном сговоре. Когда начал прыгать на разные марки, на разные комплектации автомобиля, на разные модели. Сейчас мы пойдем проще. Вот есть С-класс. Именно с С-классом мы сейчас и работаем. Прокатит. Будет хороший результат. Пойдем непосредственно А4. Вот снимали про А4. Показывай то, что миллион может сбивать. Все равно очень много людей, которые хотят именно А4. Вот ее что-что за 1 миллион 600 тысяч забрать вполне реально. Тема со скидками. Она и вам интересна, и мне интересна. И снимайте ее легче. Потому что посмотри. Покажу, пожалуйста, погоду. Вот дождливая погода. И такая погода уже идет третий день. По идее, теоретически. Сегодня воскресенье. Мы могли бы поехать снять обзорчик. Вот мы все хотим их с четвертой снять. Но где ты его снимешь? Вот целый день просто льет дождинок. Поэтому передвигаемся на автомобиле. Катаемся по салону. Мы собираем полезную, как я считаю, информацию. Резюмируем события. Второй дилер у нас за спиной. Вот такая же ситуация, как и с первым. Вот вам цены, они финальные. Это чуть ли там не базовая цена автомобиля, там закупочная. Я говорю, зачем вы там хотите вообще продавать по такой цене? Ну вот, там склад нужно скидывать и так далее. Впереди у нас третий дилер. Смотрите, вот что хочу сказать. Очень сложно выбирать автомобили, исходя из того, что здесь они в одной комплектации. Там они совсем в другой комплектации. С 180, все автомобили от Mercedes, они все наборные. Да и как вообще и в целом у немецкой тройки. Поэтому здесь смотреть, выбирать сложнее. Вот заходишь, пластик это одно, а дерево это уже гораздо приятнее. Вот здесь автомобиль один чуть-чуть подороже, но он на дереве. Он побогаче по комплектации, там он подешевле, но там пластик. Ну вы понимаете о чем я. На основании этого моя задача собрать их предложения, огласить их вам. А вы уже примите решение и скажете, good это price или же это not good price. Объезд трех официальных дилеров уже позади и пришло время поговорить уже более детально о ценах. Друзья, смотрите, что я хочу отметить. Найти базовую комплектацию в виде C180 крайне сложно, потому что даже дилеры ее называют барабан эдишен. Она редко кому нужна, но такие машины бывают. Если тебе подвернется удача ее найти, то вот именно вот эту комплектацию ты в принципе можешь найти по цене ниже чем 2 миллиона рублей. В моем же случае все комплектации, которые я находил, они были более-менее хорошие. Общаясь с дилерами, я сделал себе вот такую шпаргалочку. Кто-то скажет, что это за бумажка, ведь Мерседес дает красивые предложения, коммерчески распечатанные в папках. Да, такое есть. Но в моем случае было только общение, пока что я, так сказать, прощупываю почву. Вот смотрите, я вам сейчас обозначу комплектацию C180. База плюс камера заднего вида, плюс расширенный топливный бак плюс 25 литров. В центральной консоли идет нестандартный черный пластик, а будет идти дерево, покрытое лаком. Будут идти аналоговые часы. В общем, комплектация не самая простая, хотя в нашем случае это как раз-таки самая простенькая комплектация, которую мне сегодня удалось найти. И ее цена 2 миллиона 89 тысяч рублей. Если ты сейчас зайдешь на сайт официальный Мерседес, забьешь все то же самое в конфигураторе, цена у тебя вылетит 2 миллиона 685 тысяч рублей. И заходя в салон, вот стоит автомобиль и рядом стоит именно этот ценник. Ниже сразу написано то, что спецпредложение минус 300 тысяч рублей. Если ты сядешь пообщаешься с дилером, наверняка он тебе скинет еще соточку, а то и больше. В нашем же случае, исходя из того, что я просил 5 автомобилей одним днем, общая сумма скидки составила 600 тысяч рублей. Дилер сказал то, что ниже этой цены мы двигаться не будем. Если посмотреть на комплектации с АМГ обвесом, то ценник у них начинается от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Подчеркиваю это с условием того, что забираем сразу 5 автомобилей. Где-то комплектация чуть попроще, будет просто расширенный бак, где-то комплектация получше, там будет камера заднего вида и разница между этими комплектациями будет всего лишь 20 тысяч рублей. Для себя ты можешь закладывать АМГ, ЦС 180 от 2 миллиона 100 тысяч рублей и до 2 миллионов 134 тысяч рублей. Вот в этом диапазоне будет плюс-минус, где-то что-то есть, где-то чего-то нет. И цены указаны за автомобили вполне в привлекательных цветах. Чёрный, белый, серебристый. То же самое идёт по салону. Можно выбрать светлую кожу, можно выбрать тёмную кожу, можно выбрать коричневую. В общем нет такого, что это будет полностью тряпка, это будет какой-то убогий неходовой цвет. Нет, всё в принципе адекватное. Если поговорить про комплектацию С200, которая идёт с полным приводом, минимальную цену, которую нам сегодня удалось найти, это 2 миллиона 240 тысяч рублей. Но за эти деньги машина будет идти на ткани. Это практически базовая версия. Хорошая комплектация, которая будет идти также с камерой, с деревом, ну в общем. По укомплектованности автомобиль будет на среднем уровне. Его нельзя будет назвать бедным. Но и в тот же момент не надо будет требовать от него каких-то роскошных функций. Всё будет необходимо. Сядешь, будешь передвигаться на нём с комфортом. Но ценник такого автомобиля 2 миллиона 450, 2 миллиона 500 тысяч рублей. Всё, что выше, понятное дело, мы пока что не рассматриваем. Потому что наша задача найти наиболее привлекательные цены. На мой взгляд, 2,5 ляма это уже много. Цены, которые я вам обозначил, я получил от трёх официальных дилеров. Смотрите, первый, это лидер по продажам 2016 года. Приходя к нему, у него действительно огромный салон, очень много людей, большая база автомобилей. Поэтому он дал наиболее привлекательные цены. Второй же дилер, он идёт, можно сказать, за ним следом. И поэтому у него цены были на 100 тысяч рублей выше. Третий дилер, это из серии, знаешь, он такой рядовой дилер. У него небольшой штаб, у него небольшая база автомобилей. И у него даже сейчас в наличии нет вообще ни одной цешки. Что о чём-то договорит. Но они же всегда выставляют это со своей стороны. Так он заявил, цешки очень хорошо продаются, поэтому мы всё продали, и у нас ничего нет. На деле же у них просто определённая квота, и поэтому автомобили им дают меньше, нежели чем гигантам. И вот что мне сегодня понравилось больше всего. Каждому дилеру, которому я бы не приходил, называют цены. Он говорил, это минимальная цена, это практически себестоимость. Та цена, по которой мы покупаем автомобиль. И вот разница у каждого была в 100 тысяч рублей. Ну смотрите, чтобы легче было считать, 2 миллиона 100 тысяч, это минимальная цена. Другой за то же самое практически 2 миллиона 200 тысяч рублей. Понимаете, где-то здесь есть шантаж. Вот в начале видеоролика я вам сказал то, что у нас есть информация о закупочных ценах. Обязательно подпишитесь на канал прямо сейчас, потому что в дальнейшем я их буду называть, эти цены. Сейчас я активно изучаю, потому что там реально очень огромный файл. Всё прописано по комплектациям. И чтобы сейчас вам не называть неправильных цифр, я беру небольшую паузу. И вот сейчас, когда вы знаете первые предварительные цифры в виде 2 миллиона 90 тысяч рублей за седан C-класса. Вот скажите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, нормальная эта цена или же это вообще ненормальная цена? Ведь за 2 миллиона рублей, как вы знаете, можно купить автомобиль Audi A4 с полным приводом. Поэтому обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Если вы покупали недавно автомобиль и вы находили цену гораздо ниже, также обязательно пишите, но в этой ситуации обязательно прописывайте, какие были условия покупки. И вот зачем мы снимаем эти видеоролики? Кому-то они покажутся скучными и неинтересными, но моя основная задача это сэкономить ваши деньги. Посмотрев его, вы уже будете понимать, на какую сумму реально стоит рассчитывать, смотря на тот или иной автомобиль. И вот завтра, 16 октября после обеда, я ожидаю финальные цифры по 5 автомобилям от нашего лидера, который сегодня дал уже самые лучшие предложения. Поэтому обязательно подпишитесь на инстаграм канала, потому что все эти цифры вы узнаете оттуда первыми. Подводя итоги этого видеоролика, я хочу сказать то, что сегодня у нас был первый шаг. И основная наша задача на сегодня это уложиться в 2 миллиона рублей, чтобы цена предлагаемых автомобилей эту сумму не превышала. Поэтому если ты работаешь у официального дилера, являешься менеджером по продажам, являешься руководителем отдела продаж, что у тебя есть на складе 5 автомобилей, которые ты готов продать нам по хорошей цене, пожалуйста, пиши, связывайся со мной. С моей стороны 5 покупателей в один день гарантирую. Парни, ну а теперь дело за вами. Пишите ваши комментарии, высказывайте ваше мнение, давайте советы, делитесь этим видеороликом с вашими друзьями. В общем, ставьте лайки, ставьте дизлайки. У меня на этом пока что все. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok